Дорогие коллеги! Добрый вечер! Я рад сегодня вас всех видеть. Дорогие коллеги! Поэтому начало положено, старт дан, как говорится. Всем добрый вечер! Бунасяра! Здравствуйте! Мы по традиции две минуты подождем, пока к нам подсоединятся наши коллеги. И начнем наш эфир. И наш разговор. Я надеюсь, что у всех сегодня хорошо прошел день. Я надеюсь, что все сегодня благополучно вернулись домой. У всех сегодня были успехи в делах. Как мы знаем, это важно для каждого человека. Результаты ведь утром мы с вами встаем ради какой-то цели, просыпаемся, мечтаем о чем-то, думаем о чем-то, хотим к чему-то двигаться, планируем планы на день. Поэтому очень хочу верить, что у каждого из нас каждый день планы потихонечку сбываются. Мы идем к достигнутым целям, мы двигаемся к намеченным задачам. Поэтому хочу, чтобы так было у каждого каждое утро и каждый день. Я надеюсь, что вы со мной в этом солидарны и согласны. Дорогие друзья, я в принципе обозначил тему нашего сегодняшнего лайва. Это политическая ситуация, перспективы, наше видение. Я хочу вам сегодня рассказать о том, что я думаю, о том, что сегодня происходит. Но немножко вначале я хочу ответить на ряд вопросов, которые были заданы вчера. Один из вопросов был задан вчера. Почему я пошел в политику? Очень хороший вопрос, дорогие друзья. На самом деле я не политик. Более того, я не хочу быть политиком, потому что, к сожалению, в Молдове за 30 лет слово политик ассоциируется лжец, врун. Человек, который обещает и не исполняет свои обещания. Человек, который хочет только обогатиться у власти. Я пришел в политику по воле случая. Так сложилось, что, вы все знаете, я до 2015 года был активным бизнесменом. Я возглавлял крупные предприятия страны, чем горжусь. И у меня есть достаточно большие результаты, о чем мы поговорим обязательно в одной из передач. Но когда так сложилось, что на меня полилась куча грязи, обо мне начали говорить вещи, не соответствующие реальности, для меня, как для человека, как я считаю себя порядочного и правильного, было жизненно важно доказать людям обратное. Доказать людям, что я являюсь создателем, человеком, который умеет строить, делать, который умеет развивать. Именно поэтому я принял решение пойти в политику. Но на самом деле не в политику. Тогда я принял решение баллотироваться на мэра города. Почему Аргеев многие знают? Дело в том, что мои родственники очень многие из Аргеева, многие из Теленешт. И для меня это очень было важно, пойти в родной город. Также я на тот момент уже являлся президентом футбольного клуба «Милсами», который тоже родом из Аргеева. Я пришел в Аргеев. Я людям на всех... Я пришел на выборы, я думаю, что многие из вас знают, за три недели до окончания избирательной кампании. Я подал документы, скажем так, в крайнюю минуту. И провел 49 встреч. Буду с вами откровенен. Три недели... Вернее, три дня и потом три недели меня готовили политехнологи, которые приехали, рассказывали мне, как надо себя вести. Писали мне много красивых текстов, правильных текстов. Ведь, что было понятно до этого момента, я никогда не общался... Ну, больше, наверное, 15-20 человек. Так, совещания по бизнесу, по работе. И для меня было новшество прийти на встречу, где меня слушают 100, 200, 300 человек. Как себя вести, я не знал. Открою вам одну маленькую тайну. Ехал в Аргеев первый раз на первую встречу. Посередине дороги думаю, что я делаю, куда я еду, зачем мне это нужно. И, наверное, ну, не хочу сказать, что меня чуть не сломало, но чувствовал себя очень дискомфортно. Но мой характер всегда добиваться того, что себе запланировал. Доехал на первую встречу. Вышел. Это был один из наших городских Аргеевских заводов. Выхожу, передо мной стоит 150-170 человек. Растерялся. Забыл текст. И не понимал, что дальше делать. Понимал, что сзади меня стоят люди, которые меня вроде как трое суток учили, что делать, как говорить. Мне перед ними неудобно, стыдно даже. Я говорю, дорогие друзья, говорю откровенно, мне стыдно перед людьми, которые стоят сзади меня. Они меня готовили три дня. Но я скажу вам правду. Я никогда в своей жизни не управлял городом. Я не был в политике. Я даже не знаю, что это такое. Я всю жизнь свою занимался бизнесом. Я не понимаю, за что я буду браться в первую очередь. Я не отвечу вам сейчас на все вопросы, проблемы города, потому что я в городе раз десятый, может быть, на тот раз. Да я вам даю свое мужское слово. Что если вы в меня поверите и вы меня изберете, я сделаю так, что вы будете жить однозначно лучше. Я сделаю Аргеев лучшим городом страны. Я научусь. Я приложу все свои силы, знания, умения, возможности. И я сделаю, что так будет. Я надеюсь, что у меня получилось. Я надеюсь, что я сдержал свое слово перед людьми. Я надеюсь, что люди не пожалели ни на одну секунду, что меня выбрали. Потому что я сделал все, что смог, и сдержал свое слово перед людьми. Это был мой вход в политику. Почему я создал политическую партию? Потому что, став мэром Аргеевым и проработав несколько лет, я понял, что не являясь частью центральной власти, ты ничего не сможешь изменить. Даже, несмотря на то, что ты являешься мэром города, большинство в муниципальном совете. Потому что, к сожалению, у нас законы сделаны так, чтобы не дать ничего возможности сделать. А большинство лет, практически все года, правительство мешали местной власти. Правительство не давали развиваться, не помогали. Просто мешали. И я принял решение, что, беря во внимание весь мой опыт мэра города, беря во внимание моего понимания жизни, что надо делать, я принял решение пойти в бой, создать партию. И я хочу сказать, что уникальность партии Шор заключается в том, что наша программа не написана в кабинетах, политтехнологами. Наша программа написана на коленке, на дороге. Писал я и моя команда, которая строила этот город. Строила город Аргеев. Мы прописали в своей политической программе, как поднимать бюджет, как развивать инфраструктуру, как решать социальные проблемы граждан и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня я с уверенностью могу сказать, что партия Шор – это та партия, которая с земли, с народа, которая знает проблемы не на бумажках, не в книжках, а в реальной жизни. Вот, отвечаю, наверное, на ваш вопрос. Сейчас перейду к теме, о которой мы договорились сегодня поговорить. Это политическая ситуация. Ну что, поговорим. Давайте я скажу свою точку зрения. Конечно, выборы сегодня – это прихоть одной из политических партий правого фланга. Они не были нужны, был парламент абсолютно функциональный, мог принять решение, готов был утвердить правительство, и так далее, и так далее, и так далее. Мы считаем, что они были не нужны, потому что сегодня много проблем социального характера, никуда не исчезла пандемия, денег в бюджете нету, и при этом мы должны сейчас потратить еще сто с чем-то миллионов на проведение выборов, чтобы одна из правых партий просто убрала конкурентов и монополизировала свой рынок. Мы понимаем, что бенефициаром, главным бенефициаром этих выборов на правом фланге станет одна из партий, которая инициировала весь этот маскарад, я бы назвал его так, потому что идти на выборы в этой ситуации, когда есть риск заражения людей, когда есть риски того, что масса проблем и так далее, и так далее, просто для того, чтобы получить больше мандатов, на мой взгляд, это кощунство. Но есть, видимо, у них более важные цели и задачи, чем жизни граждан, чем проблемы, с которыми сталкиваются люди. Другим просто было неудобно не поддержать ихнюю позицию, и вы все это понимаете, что это правда. Несмотря на то, что, к примеру, демократы не попадают в парламент, это очевидно, они кокетничали, говорили, да нет, вы что, мы за выборы, все у нас будет хорошо. Хотя прекрасно понимают, что для них эта ситуация фатальна. Так же вела себя и платформа, да, которая тоже кокетничала, говорила, да нет, мы за выборы, мы не боимся. Все забыли о проблемах людей. И в своем кокетстве забыли о том, что нужно решать проблемы граждан. Но им важно было угодить своим западным хозяевам. Им приятно встречаться с послами, сжать руки, фотографироваться. Это их, в принципе, главная миссия в жизни. Больше они для себя ничего не видят, потому что больше ничего не умеют. Чтобы сохранить для себя эту удобную модель, они подыгрывали пассу в том, что надо идти, конечно же, на выборы. Надо обязательно делать досрочные выборы. И участвовали в этом москараде. Ну, обе партии за это поплатятся. Ну, это уже их, скажем так, решение. Я хочу, конечно же, я понимаю, что много вопросов о блоках. Я не буду их комментировать. Это решение каждого. Партия Шор однозначно не вступит и не планирует вступать в никакие блоки лишь по одной простой причине. Мы не хотим потерять свою идентичность. Вы спросите меня, в чем идентичность партии Шор? И идентичность партии Шора заключается в том, что сегодня это единственная партия в стране, единственная, повторюсь, которая доказала не словом, а делом, что мы работаем. Мы не были ни дня у власти, мы сделали больше, чем все остальные партии за все время независимости Республики Молдова. И это не слова, и вы это прекрасно знаете. И когда меня спрашивают, кто агитирует за партию Шора, я говорю, за партию Шора агитируют дела. Конкретные реализованные дела. И вы представляете, что будет, если партия Шор придет к власти? А это будет. Тогда мы всю страну сделаем богатой, людей счастливыми, в бюджете будут деньги, мы построим дороги, мы включим лампочки, мы поднимем пенсии, мы построим государственные заводы, фабрики и предприятия, мы дадим людям нормальные рабочие места, мы будем делать то, что мы умеем. Поэтому я считаю, что мы понимаем, что эти выборы будут ожесточенными. Я сразу хочу сказать, что мы и в прошлых компаниях, и в этой компании не собираемся уподобаться другим, мы не будем лить грязь, мы не будем заниматься пустословством, мы будем просто убеждать людей в том, что наша программа самая эффективная, которая доказана на практике. Все. В этом будет наша главная цель компании. Мы не собираемся втягиваться в драки, в всякие распори, мы будем показывать людям, что мы хотим сделать, если нас изберут. Это правильные выборы. На выборах партии должны людей убеждать конкретным делом, конкретной программой, убеждать, что они хотят и что они могут, убеждать, почему они этого хотят, кто у них в команде, почему они могут этого достигнуть, почему люди станут жить лучше, если они изберут ту или иную партию. Вот этим мы будем заниматься на выборах. Грязь разводить не будем. Это не наше дело. Пусть им занимаются другие. Я вот как-то так вижу сегодняшнюю ситуацию политическую. Я как-то так вижу планы ближайшей партии ШОР. Я уверен в нашем прекрасном результате, потому что я знаю, что люди устали верить словам, люди верят делам. Люди устали верить пустым обещаниям, люди хотят видеть реальные дела. А мы это единственные, кто это доказали. Дорогие друзья, я хочу, конечно же, поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказываете партии. Мы ее чувствуем. Ну что, в завершение отвечу на несколько вопросов по традиции. Был вопрос, как я считаю, партии, которые получают указания от иностранных посольств, должны быть запрещены. И, кстати, как комментирует решение постанового суда о запрете партии. Ну, я не буду его комментировать. Я не комментирую глупости. Партию ШОР сегодня боятся, потому что партия ШОР реальной сегодня страх и конкурент для всех. Потому что мы единственные, повторюсь, кто доказывает свою функциональность делами, а не пустыми словами. Мы сильная партия. Мы работаем в рамках закона. Мы делаем добрые дела. Мы помогаем людям. Мы решаем проблемы народа. И это всех раздражает. Все хотят видеть, ну, такие партии, как ЦИКУ, ШМЫКУ, еще всяких болтунов, которые ничего не умеют, ничего не говорят. У них только в голове какие-то глупости. Поэтому я не буду комментировать сумасшедших. В отношении, как я считаю, партии, которые получают указания за иностранных посольств, да, я считаю, что это плохо. Да, я считаю, что партии не должны получать указания за иностранных посольств, потому что это унижение наших политиков. У наших политиков должно быть свое я, свое мнение, своя позиция. Но ее нет. Она диктуется из посольства. И это проблема. Проблема для страны. Проблема для людей. Потому что мы должны понимать, что, помните, как говорится, есть такая замечательная фраза, мы ответственны сами за себя. Я хочу очень четко заявить о том, что на сегодняшний день я вижу, что те проблемы, которые сегодня существуют, они существуют из-за позиции, знаете, как, заграница нам поможет. Нет, друзья, заграница нам не поможет. Это миф, блеф и сказка. Мы им нужны для геополитического влияния. Мы им нужны для того, чтобы расположить там военные базы, еще что-то, еще что-то. Но не только не для того, чтобы наши люди жили лучше. Не будут жить лучше люди, если придет к власти партия, которая подчиняется заграничному посольству. Ну, не будет. Был вопрос еще, на тему того, в компании партия будет левая, правая. Партия Шор не левая, не правая. Партия Шор – это партия конкретных дел. Люди, которые хотят жить лучше сегодня, хотят, с кембэра и чеокум, голосуют за нас. Люди, которые верят не словам, а делам, голосуют за нас. Люди, которые хотят завтра вернуться жить в Молдову, иметь достойное рабочее место, достойная заработная плата, ездить по хорошим дорогам, голосуют за нас. Люди, которые верят в то, что Молдова может быть самостоятельной и сильной страной, голосуют за нас. Люди, которые не хотят, чтобы политическая партия унижалась и ползала на коленях перед Западом, голосуют за нас. Люди, которые верят в то, что Молдавский многонациональный народ имеет свою идентичность и должен быть самостоятельным, голосуют за нас. Да, дорогие друзья, это главная доктрина партии Шор. Доктрина партии Шор – сделать так, чтобы наши люди стали жить лучше здесь и сейчас. Вот вы помните Аргеев 15-й год, Аргеев сегодня. Вот тоже самая наша задача – построить во всей стране. Только я говорю сейчас не только про дороги и про лампочки, я говорю сейчас про пенсии, про зарплаты, я говорю сейчас про строительство новых рабочих мест, государственных фабрик, заводов и предприятий. Я говорю сейчас про юстицию. Я обязательно посвящу, кстати, тему следующего лайфа, будет о коррупции и юстиции. И вы услышите то, как ее реально можно победить. Не публичными пустыми заявлениями, а реальными делами. Дорогие друзья, я ответил на ряд ваших вопросов. В следующий раз обещаю подобрать другие вопросы. Буду отвечать на самые актуальные темы, которые есть на сегодняшний день. Я благодарю вас за то, что вы сегодня потратили время, за то, что вы сегодня побыли со мной, за то, что вы услышали сегодня мою позицию. Я буду благодарен и дальше вам в наших встречах. Спасибо вам большое. Доброго вечера и доброй ночи вам.